МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне в Ростове был побит температурный рекорд. По информации синоптиков, в среду воздух в Донской столице прогрелся до плюс 38 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд дня, 27 июня, был установлен в 1949 году и составлял 35,3 градуса Цельсия, сообщает сайт Гидрометцентра России. В период с 13 до 17 часов 28 и 29 июня в Ростове и Ростовской области ожидается сильная жара. Максимальная температура днем составит 40-41 градус Цельсия. За четыре матча стадион Ростов-Арена посетила почти 200 тысяч зрителей. В среднем около 43 тысяч человек на каждом матче, рассказал первый заместитель главы администрации Ростова Александр Скрябин. Напомним, что в Ростове уже состоялось 4 матча в рамках чемпионата мира. 2 июля пройдет завершающий матч в рамках 1-8 финала. Рекорд по посещаемости стадиона был установлен на игре между сборными Мексики и Южной Кореи. Так число фанатов приблизилось к 44 тысячам. Александр Скрябин также сообщил, что фестиваль болельщиков на Театральной площади собрал за 13 дней 280 тысяч 800 зрителей. С 1 июля 2018 года тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 3%. Отметим, что тариф на электроэнергию для населения в пределах социальной нормы в Тонском регионе самый низкий в Южном федеральном округе, сообщает официальный портал мэрии Ростова. Тарифы на газ для населения вырастут не более чем на 3,4%. Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по области с 1 июля составит 3,5%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2018 год установлены с минимально возможным ростом – не более 2%. Основные причины роста тарифов – увеличение стоимости природного газа, цен на электроэнергию и необходимость индексации заработной платы персонала. Во время чемпионата мира по футболу в Ростове госпитализировали 8 человек, 5 из которых – иностранцы. Всего в дни проведения матчей за медицинской помощью обратилось порядка 850 гостей и жителей города. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. В течение всего этого периода времени, начиная с 25 мая, непосредственно на стадионе Ростов-Арена было у нас 450 обращений, в том числе 42 обращения на последние мили. Основная масса из обратившихся – это либо сотрудники стадиона, волонтеры и болельщики. Языкового барьера между пострадавшими и врачами нет. В каждой бригаде медпункта и скорой помощи дежурит волонтер-медик, владеющий одним из трех языков – английским, испанским или французским. Во всех наших лечебных учреждениях заключены договора с переводчиками, аккредитованными переводчиками в случае необходимости общения с иностранными гражданами, поступившими в лечебные учреждения. Ну и, естественно, в нашей основной больнице, в областной больнице номер один, в областной клинической больнице номер один, практически все, весь медицинский персонал, то есть все доктора, владеют английским и немецким языком. Одна из главных опасностей для болельщиков в Ростове – аномальная жара. Температура воздуха на солнце уже несколько дней держится выше 35 градусов по Цельсию. Пострадавшим от солнечного и теплового удара готовы помочь в любом медпункте. Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством холодной воды, что тоже важно. Они же тоже люди, и тоже могут быть различные ситуации. И более того, мы сегодня в холодильниках медпунктов, дополнительно ко всем тем медицинским запасам, которые существуют, имеем пакеты со льдом, охлажденные грелки, хладоэлементы и так далее на случай обращения пациентов с перегревом. Отметим, что перед разговором Татьяны Быковской с журналистами в пресс-центре сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась учебной. Эвакуация прошла оперативно. Все службы сработали слаженно. Подобно колоритным барабанам, спорт и культура в этот вечер бьются в едином ритме. Первая футбольная ночь в донских музеях удивляет сюрпризами не только любителей популярной игры, но и ценителей искусства. Ночь футбольная, она будет интересна не только для ростовчан. У нас сегодня очень много гостей города, то есть болельщиков. Конечно же, они все приехали сегодня сюда к нам, в Ростов-на-Дону, и мы постарались разнообразить программу. Музыкальные выступления и зрелищные цирковые номера, как аперитив перед обширной программой. В честь Мундиаля на площадке областного музея изобразительных искусств, пожалуй, впервые за всю историю начинающие и уже бывалые спортсмены выполняют футбольные трюки и забивают импровизированные голы. Мне нравятся различные футболисты. Это Неймар, Роналдо, Месси. Из наших футболистов тоже Путепов, Загоев. Конечно же, каждый ребенок предсчитает попасть в нашу сборную России. Надеюсь, что я много всего укреплю, если тогда попаду. На этом сюрпризы вечера не заканчиваются. Для посетителей подготовили арт-игры, творческие экскурсии и выставки. Все так или иначе связано с футболом. Даже это экспозиция западноевропейского искусства 17-19 веков. Авторы каждой работы заочно сразятся в необычном футбольном поединке. Наши посетители смогут, ознакомившись с материалом нашего музея, проголосовать за особенно полюбившиеся картины. На жетончиках в виде футбольных мячей написать название особенно полюбившихся картин. Ну а в конце футбольной ночи мы подсчитаем количество голов, которые забила та или иная страна и объявим страну победителя, художника победителя. Оригинальные творческие идеи посетителя музея по душе. Особенно эти работы, написанные детской рукой. Чемпионат мира каждый художник видит по-своему. И такое видение приводит в восторг многочисленных иностранных гостей города. Вы знаете, туристы приходят и восторгаются. И обращаю внимание, они важны. И Мексика, и Италия приходят в гости, и они восторгаются именно, когда смотрят на работы детские. Заглянуть на футбольную ночь жители и гости Донского региона могли до 11 ночи. Тематические площадки развернули в крупнейших музеях Ростова, Новочеркасска, Таганрога и Станицы Старой Черкасской.